Считается, что мальчики с самого детства должны увлекаться автомобилями и всем, что с ними связано. Наверное, я девочка, потому что в ней всегда до одного места были автомобили, и всё, что с ними связано. Я не разбираюсь в их устройстве, не отличу одну марку от другой, что, кстати, очень многих удивляет. Для меня они все на одно лицо. И меня не удивить какой-нибудь, не знаю, супер дорогой машиной за 10 миллионов, я её просто не отличу от той, что стоит 1100. Так было до недавнего момента, но затем что-то изменилось. А виной всему вот она, детишки, игра SnowRunner от компании Saber Interactive. Возможно, вы слышали о другом их проекте, например, о MadRunner, идейным продолжателем которого игра и является. Жанр у неё очень специфичен, и я понимаю, почему. Как бы объяснить, это симулятор управления внедорожниками в условиях повышенного уровня пи***ца, местами даже запредельного. История такова, все жили-нетужили, как вдруг мир захлестнули катаклизмы, наводнения и не только они. Возможно, даже Дубай засыпала песком, потому-то Россия туда быстро и не приехала. Ей на Таймыре проблем хватило, как видно по игре. Вот так вот, повсюду сели, оползни, инфраструктура пошла по известному месту. Но это в прошлом. Катаклизм миновал, и теперь пора ту самую порушенную инфраструктуру восстанавливать. Разумеется, чтобы строить дома, мосты и прочие объекты, необходимо огромное количество материалов, которые, как вы понимаете, в рюкзачки не притащишь. И тут на помощь приходят те самые внедорожники. Камазы, тягачи и прочие огромные махины, призванные пройти там, где больше никто не пройдет. А точнее, не проедет. Уже на моменте обучения ты понимаешь, что походу мир и правда в жопе. Стартуем мы со штата Мичиган, вроде. И в рамках обучения тебе рассказывают базовые вещи, а именно, куда нажать, чтобы оно ехало. И, собственно, ты очень быстро начинаешь видеть отличия этой игры от других, в которых ты призван ездить на автомобилях. Вот, например, скорость. Ее тут нет. Вообще, забудьте про скорость. В Сноураннере автомобили двигаются медленно. Не потому что старые, а потому что дорог нет. Самое время пошутить про российские дороги, но, уверяю вас, они даже рядом не лежали с этим кошмаром, по которому нам приходится возить тяжеленные грузы. Происходит все примерно так. Ты открываешь карту. Ага, вот она дорога. Прям шоссе. Выезжаешь к ней и понимаешь, что карта, походу, была составлена еще до катаклизма. Потому что раньше это, возможно, и было дорогой, но теперь это в лучшем случае две глубокие колеи, а в худшем – мишени на грязи. Но, ладно, ехать-то надо. Ты жмешь на педаль, и, проехав полтора метра, твоя машина застревает. Ни туда, ни сюда. И че-то делать. Ну, выкручивайся, как ты привык. Ты же явно пользуешься коробкой. Да... 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 Жаль, разработчики не предусмотрели тех игроков, которые, как я, пользовались только одной коробкой за всю жизнь. Из-под телефона я в ней бритву храню. Видите ли, разработчики считают, что игроки уже знают, как и что тут устроено, и поэтому в список обучения не входят такие сами собой разумеющиеся вещи, как подключение полного привода, дифференциал, передачи повышенные, пониженные, пониженный минус плюс, нейтральный, реверс. Для меня же все это заклинание девятого круга. Как же хорошо, что играть я сел не один, а с другом. Если с другом сел играть, если с другом... Извините. К счастью, в игре есть кооператив. Ему пришлось в темпе вальса обучать меня азам по типу, почему машина делает дрынь-дрынь и что это за дифференциал такой, как он выглядит. Разобравшись, с какой стороны садиться за руль, ты наконец понимаешь свою миссию. Главное — это не скорость. Главное — это осторожность и продуманность пути, а также умение пользоваться всеми этими технологическими приблудами. По факту их тут не так уж много, как оказалось, и уж тем более не так много, как, к моему удивлению, мне бы хотелось. Есть пять классов автомобилей. Шоссейники, грузовые, тяжелые, вездеходы, скауты. Шоссейники отбрасываем сразу, ни одного шоссе в игре не было обнаружено, кроме как на карте. По факту на месте шоссе, дай бог, четверть оставшегося эта дорога, по которой быстро ехать сможет почти любая машина. А если еще с горы, то вообще понесется на крыльях ветра. А все остальное — это болота, грязюка, заросшие лесные дороги, наледи, заснеженные местности и прочая радость, от которых любой шоссейник быстро передумает путешествовать. В остальные три класса уже другое дело. Вездеходы будут поуниверсальнее, но в целом встречаются приличные представители в каждой категории. Мало, но встречаются. Последний класс — скауты. Эдакие джипы. Не знаю, правильно сказал. Джипы вроде Хаммера. Хаммер тут, кстати, тоже. Есть говно полное, в любые лужи вязнет. Короче, они тут для разведки. Давайте опишу игровой процесс. Ты приезжаешь на карту, и первым делом тебе необходимо открыть гараж. Это наша хаб-локация, наш храм огня граждане. Отсель грозить мы будем шведу. Здесь на стоянке будут храниться наши автомобили, здесь же они будут покупаться и тюниться. Далее наша задача — нет. Продать то говно, на котором мы сюда приехали, потому что оно не годится вообще никуда в задницу его. Ну, серьезно, я считаю, это большой гейплей на упущение. Если бы я играл один, я вполне бы мог забросить игру на обучение, потому что выданный нам на халяву грузовик настолько отвратительно идет по говнам и вязнет даже на обычном дерне, что я минут 15, 15 не мог развернуться. В общем, продаем его нафиг и покупаем нормальную машину. Например, Fleet Star. Я начал с нее. Позже пересел на Paystar и смиренно ждал повышения уровня. Да, автомобиль этот окрывается с повышением уровня, но об этом чуть позже. Выезжаем из гаража, желательно на скауте, и идем ассасинить. Ну, то бишь искать вышки. К счастью, на них не придется забираться. Просто подъезжаешь к ним, и участок карты открывается. Хотя жаль, было бы прикольно запустить машину с вышки на манеру ассасина. Сток с грязью, потому что сена в игре нет, а грязи на каждом углу кубометры. Несмотря на то, что по большей части вышки вполне доступны, хотя бывают исключения где-нибудь в горах, все же открывать их не всегда тривиальная задача. Особенно на начальных машинах. Для этого лучше использовать скауты. Маленькие, юркие, способны пролезть там, где не пролезут грузовики. Тут, кстати, карта тоже пригодится. Она хоть и не показывает целостность дорог, а лишь направление, но все же правильное направление это тоже залог успеха. Если ты решил на манер иной игры побыстрее доехать по пересеченке до нужного места, все, ставь крест на затеи. Сколько раз я пытался срезать, сколько раз я потом плакал кровавыми слезами. Скорее всего и твоя авантюра, дружок, тоже закончится тем, что, проехав от силы метр, ты намертво встанешь в грязи, дерни в снегу или куда-то там завернул. Даже если почва выглядит нормальной, поверь, после наводнения она уже ненормальная, она впитала в себя столько воды, сколько нет в моих роликах. Стоит лишь немного заехать на нее, все, пробуксовка. Конечно, когда ты опытный водитель, на хорошем вездеходе, ты можешь позволить себе такой роскошь. И то не всегда, не везде. Но все же нужно быть готовым в любую минуту застрять намертво. И ни пониженно с дифференциалом и полным приводом, ни лебедка тебя уже не спасут. А что спасет тогда? Спасет эвакуация. В любой момент ты можешь спокойно эвакуироваться в гараж. Это нисколько не стоит и делается мгновенно, без штрафов. Ну, почти. Разумеется, пусть придется начинать сначала, из гаража. И если ты еле прополз на брюхе полкарты, то, пардон, ползи снова, божья коровка, только теперь аккуратнее. Впрочем, увязнуть это не единственный способ отправиться на респ. Есть еще такая мерзкая штука, называется бензин. И смешно и страшно. Каждая машина имеет свой расход. Обычно, чем мощнее, тем и расход выше. Только вот этот самый небесный чай внутри твоего бака имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. И не дай бог он закончится где-нибудь на полпути. Да, при эвакуации в гараж бензин пополняются автоматически. Но, конечно, есть возможности пополнить бак и без посещения гаража. Есть АЗС, кстати, бесплатные. А есть также брошенные цистерны в каждой минимум по 2000 литров, чего хватит на заправку целого звена автомобилей. Учитывая, что самый прожорливый бак, что я видел, был на 350 литров. И то у КамАЗа, у которого расход 6 пробуксовки. Но заезжать на АЗС не всегда есть время или желание или даже иногда возможность. А иногда просто забываешь об этом. И в итоге можно точно так же благополучно встать где-нибудь в лесу. А еще, когда ты пересаживаешься из одной машины в другую, нужно не забыть заглушить мотор. Я так однажды вернулся в Скаут, а там бензин кончился, потому что двигатель все это время работал и весь его сожрал. Правда, после последнего патча двигатель начал глушиться сам у тех машин, что в простое. Думаю напрасно, но что есть, то есть. Также есть шанс, что машина будет уничтожена. У нее существует несколько шкал целостности. Колесо, который может лопнуть. Теории. Подвеска, которая плачет кровавыми слезами на местных дорогах. Мотор, который первым получает по шапке при столкновении. В принципе, далеко не везде есть условия для того, чтобы ушатать в хлам свой драндулет. Например, я при старательном, но все же не самом аккуратном, наверное, прохождении допускал максимум 70% повреждений одной из деталей. И то это были особые случаи, типа соскользнул в грязь или встукнул в себя пенек. Пеньки это вообще местные мини-боссы. Мало того, что поездка по лесным тропам превращается в квест «Угадай, где пень», так еще и пару раз за игру мы встречали невидимый пенек. То есть не факт, что это был именно пенек, но это была статичная такая коллизия без текстуры. Ее не видно, но ты в нее утыкаешься. А иногда магия пеньков выходит на новый уровень. Пеньки обладают волшебным свойством пропускать переднее колесо сквозь себя, а следующие за ним уже останавливать. В итоге ты застрял колесами в пне, и тебе дорога только вбок, что очень непросто чаще всего. Хотя на Аляске, например, из-за наледей ты то и дело врезаешься куда-нибудь. Там машины у нас повреждались часто, но ни разу не ломались до конца. Колесо же, ну, тут явно недоработка. Ее можно сравнить с починкой в Dark Souls 3. Вы либо сделаете так, чтобы оружие ломалось, либо уберите починку. За несколько дней упорной игры ни у одного из нас колесо не лопнуло ни разу. У друга, по его словам, раз было, когда он играл один в самом начале на камнях. Но в целом эта идея явно недоработана. Хотя запаску, на всякий случай, все же носим. Это еще не все. Есть еще прекрасный способ закончить свою поездку преждевременно, детишки. Перевернуться. О, да, что может быть приятнее. Перевернуться в этой игре, а вторая напасть после застревания. Дороги специально так и норовят тебе повалить навык, особенно каменистые. И хорошо, если ты просто брякнулся где-нибудь в лесу, там тебя хоть можно будет поднять. А если ты еще из горы навернулся кубарем, то все, здравствуй эвакуация. Тут на помощь приходит лебедка, но лишь частично. У скаутов есть возможность установки автономной лебедки, которая работает даже при выключенном двигателе. Ведь если ты перевернулся, то все, двигатель глохнет. А вот у грузовиков она зависит от работы мотора. Довольно часто она помогает выбраться из пробуксовки, лишь бы достала до ближайшего дерева или фонарного столба. Увы, таковые есть не всегда. Впрочем, это не поможет, если грузовик перевернулся. Все, Ярик водил, доигрался. Бачок потик. Можно подумать, ну, велика беда, эвакуируйся и езжай заново. Но на самом-то деле беда действительно большая. Если ты в паре километров от гаража, ладно, фиг с ним. Но чаще всего ты будешь оказываться очень далеко от него, да еще и не порожняком. Тут и там мы будем встречать задания, которые необходимы для продвижения по сюжету, скажем так. Хотя скорее уж просто по карте. И поручения, просто мелкие дела для заработка и повышения уровня. И вот задание всегда требует таскать тяжеленные грузы на дальнее расстояние. Никаких циферных показателей загруженности нет, но явно видно, что загруженная машина сложнее управляется, особенно в грязи. Шанс завязнуть повышается в разы. А есть участки карты, которые нельзя назвать непроходимыми только потому, что ты их уже прошел, но глядя на них, ты сам удивляешься, а как? Как я переплыл эту ебаную реку, сука? В этом болоте Сусанин войско поляков утопил, как я его переехал? Прибавьте к этому тяжеленный груз. Зачастую бортового прицепа может не хватить, и нам приходится дополнительно к нему цеплять еще один. И вот по таким вот жопам мира вы будете вести какие-нибудь громадные полуприцепы или низкорамные прицепы с рампой. И пройдя огонь и воду, вы легко встанете намертво за 10 метров до цели! Потрясающе, блядь! А при эвакуации ваш прицел не эвакуируется с вами, он остается там, где его бросили, вместе с грузом. И хорошо, если вы тот прицеп нашли, а не купили за свои деньги. Впрочем, его же можно было и продать, так что все равно получается не очень хорошо. Снова пили на базу, где тебя нагрузят, снова к черту на рога. Но это еще полбеды, ведь на карте есть гараж. Но обычно на одну мега карту есть четыре локации, гараж только в одной из них. Развлекайтесь! Да, вот ты въезжаешь в новую локацию, ку-ку! АЗС тут тоже может не быть. Вы пригнали с собой цистерны с бензином? Нет? Ну молодцы, попробуйте поискать, может тут что-то найдется. А ремонтные вагоны приперли? Тоже нет! Ну так вам туда же, извините. Вот хорошо скаутам, им можно взять небольшой запас для подзаправки и полевого ремонта. Но серьезную поломку они не залатают, а квесты часто будут требовать починить тот или иной развалюх, предварительно разумеется вытащив его из какое-нибудь там болото. Да и запасные баки на сто литров куром на смех. А, так у вас есть еще один грузовик с цистерной, а ремонтный вагон возьмете прицепом? Молодцы, так держать. А теперь тащите все это на другой конец карты, ко въезду в новую локацию. То есть, понимаете, да? Тут нужна уже целая комбинация из разных машин. Нередки случаи, когда перевернув одну машину, ты посылаешь за ней вторую и ее тоже переворачиваешь, а потом следом третью. Потому что, как аккуратно здесь не води, есть места с просто адской проходимостью. Туда даже комар пролететь не сможет, не перевернувшись. Какая-нибудь покатая скала или грязевой оползень, по которому как по маслу едешь вниз даже на ручнике. Именно для этого в кастомизации автомобилей, помимо двигателей, подвески, шины и прочих запчастей, мы можем купить разные виды прицепов. Есть обычные, но не ровен час, что с него груз соскользнет. Как пидать на самом деле. Лучше разориться на бортовой, у него с этим все на порядок лучше. Заодно можно рожиться погрузочной стрелой, иначе ты, если перевернешься, груз так останется валяться на земле. Правда, на некоторых машинах стрела конфликтует с прицепами, но это уже нюансы. Это стандартный набор. А есть еще высокие и низкие якоря для огромных полуприцепов, куда уместится больше груза. Но вот все остальное уже чисто для поддержки. Станция техобслуживания, ремонтный вагон, заправочная цистерна, кран. И все это и другое призвано помогать самому себе выкарабкиваться из передряг. Поэтому придется стараться в них не попадать. Весь игровой процесс – это выполнение заданий по перевозке грузов по местности в недоступном для обычных автомобилей. Активация инфраструктурных объектов типа буровых установок и лесопилок, постройка мостиков и мостов над пропастями для продвижения дальше, разгребание завалов – такова жизнь игрока в SnowRunner. В игре учтен интересный нюанс. Сперва нам будут доступны старые машины, которым реально лет по 60-70, и ездить они будут не так, чтобы уж хорошо. Тот же Фаллистар явно забирает вправо. Видно, что рулевая полетела уже давно. Но чем новее будет машина, тем она, скажем так, совершеннее. Машина покупается за деньги, но купить можно только открытое. Открываются они за опыт. Опыт тут даже дороже денег, ведь он достается только за выполнение заданий. А вот деньги можно зарабатывать иначе. Вначале самый лучший способ – продавать все найденные прицепы. Тут это делается очень удобно, по карте часто такие разбросаны. Главное – довези и продай. Есть тут такая фишка, знаете, больше похожая на недоработку баланса, но сейчас она очень удобна. Ты покупаешь прицеп за ту же цену, что и продаешь. То есть заехал в магазин прицепов, купил цистерну, заправился от нее, продал цистерну, ни копейки не потерял. Купил прицеп, отвез груз, приехал назад, продал прицеп. Собственно, первый капитал так и зарабатывается. Более прибыльно продавать найденные машины. Часто на карте можно будет найти значки с увязшим автотранспортом, который уже нафиг никому не вперся. Чем лучше транспорт, тем дороже его можно продать. Продавать не обязательно, можно и самому тоже пользоваться. Просто тут все не очень хорошо с автопарком, об этом чуть позже. Вообще, что в одиночной игре, что в кооперативе экономика выстроена как-то не очень, если честно. То есть зачистив, скажем так, треть игры, я уже заработал столько денег, сколько банально не потрачу. Потому что покупать нечего. Машины почти все дрянь, есть несколько шикарных. А больше их ни на что не потратить. Да, еще есть тюнинг. Разъезжая по карте ты будешь находить запчасти, в том числе и скрытые улучшения, которые потом можно будет применять на свои драндулеты. Кстати, тоже удобно сделано. Если купил, скажем, новые шины, то ты можешь продать старые, те, что были раньше, и вернуть хоть какие-то деньги. Обычно в играх нельзя продавать то, что шло в комплекте. Ну и получается, что ты миллионер без смысла. Впрочем, о минусах прям чуть-чуть попозже. Очень хочется похвалить игру за то, что она явно не суперсимулятор. Я не сказал бы, что в ней есть аркадные прям такие вот элементы. Какая уж тут аркада. Но в целом наслышано о настоящих симуляторах, где руль, например, сам не возвращается в обычное положение. И если ты его неверно выкрутил, все, кирдык подвески. Заблокированы дифференциалы и не изнашиваются со скоростью пули, как должны бы по идее. Да и эвакуации есть в конце концов. Тут разработчикам удалось нащупать золотую середину между симулятором и анальным паразитом, вроде тех немецких симуляторов всего и всяк, где чтобы сделать простое действие, необходимо напрягаться, как в жизни. Много условностей, и это радует. Потому как игра и так непростая, и из-за своих недостатков она еще и тяжеловатая в плане удержания. Но за что я могу только лишь хвалить без намека на критику, это за графику. Ну, понятное дело, игра до 2020 года постоянно улучшается и пачется. Не всегда правда быстродействие оправданное, если честно. Иногда видны лаги при подгрузке карты, но лишь один раз за сессию. Но в целом графика шикарна. Вот вся вот эта вот грязь, все вот эти лужи, они так реалистично смотрятся, что глаз не оторвать. Особенно в свете солнца. Есть в этом всем какая-то непередаваемая романтика. Когда ты пробираешься через болото, и солнце играет в грязной воде, бликуя на налипшей на тебе грязи. Особенно здесь красиво на закате. Слепительное ярко-оранжевое зарево, на фоне которого будто воплощение гротеска, грохочет твой гигантский грузовик. Вид из кабины получился особенно удачно. Погружение обеспечено. Не могу себе представить, как, наверное, шикарно играть в сноураннер, в VR и еще и с рулем. В игре честная смена дня и ночи. Из-за своей честности порой кажется, что ночь слишком уж длинная. В темноте ездить довольно непросто, особенно если не рожиться приличными фарами. На открытой местности посветлее, но если заехал куда-нибудь в лес или в ущелье, все, капут, темно, хоть спать ложись. На всякие приятные мелочи, вроде оставления следов, надерни или налипания его на шины, я говорить не буду. 2020 год, в конце концов. И да, я вот обещал не ругать графику игры. Извините, соврал, придется. Потому что мы переходим к минусам. Точнее, к недоработкам, так, наверное, правильнее сказать. Все же игра постоянно дорабатывается. Например, с недавним патчем карту сделали гораздо более удобной и информативной. Ну так вот, недостаток местной графики – полное отсутствие теней. При таком шикарном освещении не могу себе представить, как бы великолепно смотрелись тени. Но пока они вовсе отсутствуют, что очень странно и как-то фальшиво, что ли. Не то, чтобы это портит впечатление. Нет, не портит. Но и с ними было бы все-таки намного лучше. Теперь про карту. Здесь отвратительная навигация. Да, оно понятно, апокалипсис все-таки был. Но можно же было добавить хотя бы какой-нибудь навигатор. Мобильники же не вымерли из-за катаклизмов. В итоге лично мне постоянно приходится сверяться с картой. Есть возможность оставлять GPS-метки одну за другой, но проблема в том, что это далеко не всегда удобно. А главное – это долго. Я понимаю, игра, учитывая специфику, не может рассчитать, как ты поедешь. Но почему-то другие игры, например, это не парит. Сделали бы в виде из кабины, скажем, держатель для смартфона с навигатором, который для реалистичности тоже бы, скажем, разряжался. Почему бы и нет? А эти пометки неудобны еще и тем, что, чтобы показать, следующее – тебе нужно проехать точно по предыдущей, с погрешностью в 2-3 метра. А так как ставишь ты их вслепую, она может оказаться в огромной луже, и тебе придется либо плыть по луже до отметки, что тебе нафиг не надо, либо переставлять метки заново, что тоже радости не приносит. Или вот – зачем каждый раз ставить машину на ручник? Любой выход из гаража, и ты на ручнике – зачем это? Невелика беда, но на кой хрен так делать? Каждый раз простаивающая машина так и норовит встать на ручник, даже если ты сам такой команды не давал. Но это все мелочи. Есть у меня более серьезные предъявы к игре. Например, вот кооператив. Кооператив – это единственная возможность сделать игру оживленной. Да, кооператив превращает любую игру в конфетку, но проблема в том, что в одиночном режиме SnowRunner мертва. Да, ты будешь ездить по шикарным декорациям, затопленные дома, брушенные мосты, но ты не встретишь ни одного NPC, ни одной машины навстречу, ни одной даже человеческой фигуры. Ты совершенно один в этом красивом и интересном без дураков мире, и это очень сильно бьет по восприятию. Ну, что мешало добавить другие машины? Да, они едва ли будут знать, как правильно разъезжать по говнам, но можно же им было сделать читерские фишки, типа чтобы они не застревали. Те же дальнобойщики прекрасны тем, что ты не один в мире, а тут ты именно что один. Есть даже версия, что в виде сессионки игра бы смотрелась гораздо лучше, главное, чтобы всем хватало заданий. Но, к сожалению, все, что мы имеем на данный момент, это возможность открытого или закрытого кооператива для максимум четырех человек. В игре есть смена погоды, красивой погоды, может пойти шикарный дождь. Однако этот дождь совершенно ни на что не влияет, дороги не размоет еще сильнее, тебе не нальется воды в двигатель. Более того, в кооперативе погода не синхронизирована, у тебя может быть солнечно, а у напарника ливень. Вообще баги кооператива редки, но чумачечи. Самое безобидное, у друга дублировались все имевшиеся тачки. Да, он их продал, и теперь он миллионер. А вот когда идет рассинхрон положение, это атас. Я ехал, ехал и вдруг встал, и все, ни в какую. Что такое, вроде все в порядке. Оказывается, я в версии друга зацепился краном за дерево, хотя у меня визуально все было в порядке. И такие случаи нет-нет да происходят. Тут явно есть над чем работать. Еще один серьезный недостаток игры – автопарк. 95% машин, они нафиг не нужны. Есть Урал – божественная тачка, без преувеличений. Вообще, все русские тачки в игре лучше американских, но Урал… Урал – это вершина пантеона. И если у бога есть тачка, то это именно Урал. Урал прет по любым говнам и имеет какую-то инфернальную проходимость. Урал – выбор настоящего водителя. Притом, самое забавное, он не имба. Он далеко не имба. Он может и перевернуть, и застрять. Он просто хорош. Хорош, так же, как и КамАЗ, который, расходуя капли бензина, едет медленно. Очень медленно, но он едет медленно по любой поверхности, будь то полот или асфальт. Зил, УАЗ и ЯР в качестве скаута. Вот машины, которые помогут всегда и везде. Все остальное – просто никчемная трата драгоценного металла. Проходимость никакая, вязнет в каждой луже и переворачивается на каждой кочке. Мне импонирует такая мощь российских разработок, честно. Но здесь дело не в ней. Дайте альтернативы, ну пожалуйста. Только самые дорогие и узконаправленные тягачи могут хоть что-то противопоставить местному русскому автопрому. В итоге, что на Аляске, что в Мичигане, что на Таймыре, ты ездишь на одних и тех же машинах. И у тебя в кармане куча денег, которые просто некуда тратить. Это тоже серьезный недостаток. Не обязательно фиксить ту возможность купли-продажи прицепов, но поймите, у игры гораздо больший потенциал, нежели нам дают. Например, почему бы за свои деньги, скажем, не купить самосвал, к нему, опять же, на свои деньги не наковырять песка и не засыпать некоторые совсем уж проблемные участки. Или не самосвал, а бетономешалку, так даже лучше. Почему бы не построить пусть не асфальт, но хоть что-то отдаленно похожее на него? Потому что вязанность на одном и том же месте по десятку раз – это не всегда весело. Пусть это будет трудно реализуемо, почему бы и нет? Пусть это будет дорого, у тебя же куры деньги не клюют, пусть это будет дорого. Почему разнообразие и взаимодействие с последствиями катаклизмов такое несерьезное? Почему бы не дать нам возможность восстановить АЗС, сделать его там, где его не было, на той карте, где оно очень нужно? Почему бы нам не дать возможность тянуть, например, кабель для восстановления линий электропередач? В игре есть такие задания по их восстановлению, но ты просто подвозишь балки к точке и все. Почему бы не дать их самому расставить по линии вдоль дороги? И почему бы после постройки дебильных деревянных мостиков, с которых ты легко можешь навернуться, это вообще постоянная картина в игре, не построить нормальный, пусть даже тоже деревянный, мост с бортами? Почему бы не дать преобразить карту серьезнее? И сделайте уже, наконец, пробой колеса реальностью, нахер я с собой запаску вожу? Не знаю, может я требую слишком многого, но видя какой у игры шикарный потенциал, мне хочется плакать от нереализованных фишек. У игры, как оказалось, есть крепко засевшее сообщество любителей мододелов. К сожалению, моды это либо новые карты, либо чаще всего автомобили. Это неплохо, это наоборот даже очень хорошо. Я рад, что у такого специфического жанра столько почитателей. Однако их инструментарии ограничены, уповать приходится только на разработчиков. К счастью, все указывает на то, что им не плевать на проект, и кто знает, возможно, хотя бы часть моих грез воплотятся. Заметили, как я вошел стороной саундтрек, да? Нет, это неспроста. Он тут явно на любителя, еще больше, чем сам жанр. Я терпеть ненавижу кантри, но это народная музыка, поэтому вот этот самый кантри будет тут из каждого утюга играть, а на таймыре какой-то гитарный перебор. Спасибо, хоть не Калинка. В общем, это та игра, где саундтреком тебе будет то, что ты запустишь на проигрыватель сам. К счастью, в случае чего у игры нет проблем со сворачиванием и разворачиванием. Что по итогу могу сказать? Неожиданно для себя я понял, что мне подобное очень даже нравится. И я не буду говорить лозунгами типа «эта игра для настоящих мужиков». Нет, я почему-то уверен, что даже женщин эта игра вполне способна увлечь. Проблема тут в высоком пороге вхождения, после которого играть становится и правда интересно. Тут, конечно, спасает кооператив. Если хотите попробовать с другом или подругой, почему бы и нет, что-то необычное, попробуйте поиграть в SnowRunner. Только если вы так же, как и я, не разбираетесь в вождении, озаботьтесь, пожалуйста, источником информации для обучения. Сама игра на него скупа. Что поделать? Это поистине специфический жанр воплоти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова